Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Земля Экодом, наша программа на студии Арват ТВ. Мы рады приветствовать с вами, и мы сегодня стартуем, поэтому поздравьте нас с премьерой. Сегодня со мной в гостях, здесь в гостях в нашей студии Любовь Александровна Трубецкая, педагог, режиссер, автор более 20 креативных педагогических технологий, автор книг по шунгиту и оздоровительной гимнастике, эксперт-литотерапевт программы «Малахов плюс», соискатель кафедры педагогики и психологии Академии повышения квалификации. Любовь Александровна Трубецкая, извините, я все... И также это мой очень хороший друг, мой коллега, руководитель проекта Центра Экопедагогики и Творчества. И сегодня с нами также Юра, Юрий Кузнецов, можете тоже его поприветствовать. Это педагог Центра Экопедагогики и Творчества. Здравствуйте. Добрый день. И сразу хотелось бы сказать, почему мы создали эту программу. Программа «Земля Экодом» случилась не просто так. Проблема экологии давно и очень давно нас волнует. Почему? Потому что экология — это не только окружающая среда. Экология — это все, что окружает нас, это то, что внутри нас, это то, как мы говорим, как мы дышим, как мы общаемся, что мы думаем. С греческого перевода слова «экология» — это наука о гармоничном сосуществовании. Поэтому «Земля Экодом» — это такой дом, дважды дом, где все очень хорошо друг с другом общаются, где всем очень комфортно, каждому находится место, нет насилия, нет войн. И каждый житель, каждый человек в этом доме как-то пытается приукрасить его, сделать лучше, сделать гармоничнее. И вот сегодня у нас таких два замечательных человека, человека с большой буквы, которые тоже хотят этот дом сделать хорошим, добрым, светлым, счастливым. И мне посчастливилось работать вместе с этими людьми этим летом. На территории Всесоюзного Выставочного Центра были проведены разные программы на тему праздники воды. Вы, наверное, знаете, что тема нашей сегодняшней программы — краски лета или воспоминания о лете. И сегодня вот мы здесь в студии вместе с вами будем вспоминать, какое лето мы прожили, какой она была весёлая, иногда немножко грустная, но всё-таки счастливая. А почему счастливая, мы с вами этим сейчас поделимся. Итак, Любовь Александровна, Вам слово. Спасибо, Инна, за такое хорошее приветствие. Мне тоже посчастливилось этим летом сотрудничать с Инной и с Юрой. И у нас была такая хорошая команда. И давайте сейчас тогда вернёмся к самому началу. Как всё начиналось, да? Как всё начиналось. Ну, вы помните, что это лето отличалось необыкновенной жарой. И оказавшись на открытом пространстве ВВЦ, на территории ландшафтных садов, вот здесь вы видите эту картиночку, да, это вообще чудное место, но когда солнце жарит нещадно, то оно становится небольшим пеклом. Но, в принципе, все это пережили, все это знают. И у нас была такая непростая задача, потому что мы должны были собрать детей, должны были собрать взрослых и проводить игры с водой. Поливать цветы, травку. А получилось это немножко по-другому, потому что мы поливали. Мы поливали в основном детей и взрослых. И вообще, конечно, это была необычная такая, необычная акция. Я никогда в такую акцию, я даже не могла представить, что жизнь нам предоставит вот такой шанс. И вообще было бы всё здорово. Вот. Ну, наверное, вы что-то спросите. Да, я хотела спросить, кто же вам помог организовывать такие программы на территории ВВЦ? Как вообще это всё вдруг родилось, началось, стартовало? Вообще, всё произошло... Может быть, немножко такой экскурт. Как вообще создался этот проект, Центр экопедагогики и творчества? Что это за проект? Вообще, я, как автор технологии, как меня представили, у меня как бы всё время возникают какие-то новые идеи. И они не просто возникают, они требуют реализации. И как бы быстрой реализации. Такая, наверное, особенность. Да, вот то, что задумано, оно должно воплотиться. Вот. У нас собралась очень хорошая команда, я уже об этом говорила. Это наши друзья, и мы вместе с ними занимались гимнастикой. У нас так... это взрослые... Взрослые друзья, да. Мы занимались гимнастикой, она имеет такое название «Скрытая гимнастика во время ходьбы». Занимались своим здоровьем. И мы заметили, что через какое-то время, занимаясь вот этой гимнастикой, терялось ощущение жары. Даже появлялось ощущение ветерка. Мы такие были уверены в себе, что мы выдержим эту жару, и вот рискнули. Мы пришли в павильон. Какой павильон? Павильон 29 на ВВЦ. Это совершенно удивительный павильон, и там замечательные люди работающие. В нем Лариса Викторовна Насеткина, Надежда Константиновна, директор павильона. Они нас вообще... так удивительно, они встретили с нас распростертыми объятиями, сказали, мы очень любим педагогов, а эко-педагогов мы любим еще больше. Это павильон от цветоводства, да? И от земления, да. И, в общем, мы так обрадовались друг другу. А когда я им предоставила программу, называлась она «Эко-парк», они сказали, да, конечно, много лет уже мы мечтаем о том, что вот этот эко-парк заработает. Вот, пожалуйста, площадка у нас уже есть, а теперь вы ее обживаете. Вот эта вот площадка, видите, какие-то... Это ландшафтные сады. Да, это ландшафтные сады. Там огромные такие зверюшки, там разные горки, на них много цветов. Вот, ну, может быть, потом мы еще посмотрим, да? Мы посмотрим эти сзади, да? И в чем программа, суть программ была? Да, ну, мы решили, что мы будем детей, взрослых знакомить с водой. А потом у нас еще там мы планировали сделать арт-мастерскую с камешками, и потом вот Юра расскажет об этом, он больше знает, потому что он сам там в ладен этой мастерской. Да, я... Можно немножко перебью? Юра как раз одной из основных лиц, да, по-моему, был на этой программе, у него называлась «Мастерская доброго доктора Стоуна». Ну, понятно, что Стоун – это камень, вот, и... Ну, сейчас я... А доктор – это врач. А доктор – это врач. Сейчас мы дойдем, я просто вот как бы... Значит, вот мы про 29-й павильон рассказали вам, вот, и то, что мы пришли, и нам это сказали, да, ребята, пожалуйста, мы с вами подпишем договор на благотворительной основе, на бесплатный, вам предоставляем, мы вообще полностью упали от радости, вот, потом мы встали и пошли туда, вот. У нас были костюмы, у нас был план проведения, но, как бы, усиление жары, оно немножко нарушило наши планы, и, как я уже вначале сказала, мы поливали сначала детей и взрослых, а потом цветочки. Скажите, вообще в это время были дети или были взрослые на территории ОВЦ? Ну, те, которые доходили до ландшафтных садов, они были, потому что это был подвиг, наверное, вот. Но они приходили, вот, как мы говорим, совершенно никакие, и окунувшись в этот, в эти потоки воды, но минут через 30 они приходили в себя, и с ними уже можно было разговаривать, вот. А когда мы вообще расставались, да, это была такая благодарность, и мы поняли, что наша акция состоялась, что мы выполнили свою задачу, но вот, ну, потом уже... Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, да. Еще надо добавить, что очень много, многие люди, вот в такую жаркую погоду, это в основном были люди, и приезжие из других городов. Москвичи, они, конечно, особо не высовывались, а вот люди из других городов, они очень, так как они приехали с туристическими целями, они у нас были очень легкие на подъем, очень открытые, и вот тут чей-то мальчик бегает в трусах. Это, вот, надо посмотреть, что с ней в конце было, в каком он вообще был упоении после этого. Да, и вот смотрите, да, вот наши артисты, организаторы, мы все были в костюмах. Ну да, это плюс 40 с чем-то сейчас, да, на улице, а вода плюс 2, наверное, или 3. Вода там была очень хорошая, вода... Да, что-то у нас повтор идет. Вода была прямо из подземного вот этого, да, у нас источника, очень чистый, ее нужно было и пить. Замечательно. Ну вот, вы вернулись, я тут пока идет, вот мальчик Алеша бегает, он немножко, да, долго бегает, а я напоминаю тем, кто только что включился и смотрит нашу программу. С вами программа «Земля.Экодом» и студия «Арбат-ТВ». Мы рады приветствовать вас с нами сегодня на этой передаче. И давайте немножко продолжим, да, эту тему, праздник воды. В чем же он заключался? Ну, вообще... Просто поливали, да, друг друга? Вы знаете, вообще, вот есть как бы 4 основных элемента, да, стихии. Это земля, это воздух, это огонь, это вода. 4. Там есть эфир, но мы сейчас этого не касаемся. И смысл такой, в чем как бы эко-педагогика? В чем она заключается? Человек, эко-педагог, это экологический человек. То есть это сознание гармонизации со всеми стихиями, со всеми элементами. с небом, с землей, с воздухом, да, с огнем. И экология, это не только вот бороться с какими-то организациями, которые загрязняют наше пространство. Любовь Александровна, я хотела, вот у нас дали новую картинку, мне хотелось бы продолжить просмотр. Мы вас здесь видим уже на телевидении, на экране. А, ну я тогда прокомментирую. Значит, создавался такой водяной, такая арочка водяная, да, там разные были игры, в том числе вот нужно было пробежать в эту арочку, вот, и на выходе тоже получить драгоценные капельки. Так, а вот это наш Алеша, который, по-моему, не вылезает в последующую, а это уже следующая сцена. Давайте мы посмотрим потом. Это потрясающая женщина, тоже из другого моря, да? А я где? А там Любовь Александровна. Еще раз. Почему нам так хорошо? И почему? Да потому что нет ничего лучше, чем получить водичку в нужный момент и в нужное время. И когда человек получает то, что он хочет в нужный момент, он очень счастлив. И в этом счастье. Будьте счастливы, друзья. Вы хотите всех делать счастливыми? Встаня, будьте счастливы и делайте счастливыми. А для этого, ну, просто будьте счастливы. То есть, если сейчас жарко, то человек хочет воды. Возьмите кружку воды и дайте ее людям, побрызгайте на них водичкой. Позовите молока, позовите дождик, назовите ветер и дарите их людям. То есть, людям надо дать то, что им надо, то, что им хочется. Тогда они счастливы. Если они хотят прохладу, а вы им даете жар, теплоту, горячее молоко, но это не к месту, извините. Поэтому дайте им прохладную, чистую, родниковую воду. Спасибо. Здорово. Начинается экоакция. Курс эко-психологии у нас был. Так, сейчас я хотела немножко. Давайте прокомментируем, может быть, да, то, что мы послушали. Да, давайте. Мне очень понравилось вот ваше выступление, такой крик. Крик души, да, когда было очень жарко, на самом деле. Я вспоминаю тот момент, когда просто все люди ходили, они скупали, по-моему, вееры, они скупали всю воду, они купались в каменном цветке, в фонтане Дружба народов, где только можно видели воду, они все это делали. И вот, знаете, я хочу добавить, да, вы говорили об эко-педагогике, что это такое, да, это, эко-педагог это человек, который умеет гармонизировать. И вот то, как раз то, что вы сказали, вот это четкая позиция. Конечно, в основе экологии, в основе экологии лежит личность человека, личность ребенка, личность педагога. Пока сам человек не гармоничен, да, как он может сделать гармоничной природой? Это будет какое-то насилие, это будет искусственность. Поэтому первая задача эко-педагогов, это быть самими органичными, быть самими естественными, быть счастливыми, быть радостными. Вот, и вы сейчас видели маленький вот этот фрагмент ваш, с вашим, да, вот, это как раз вот вы своим состоянием это выражали. Но не только вы все, да, и за счет этого и создавалась вот эта аура, это пространство, в котором другие, приходя в него, они отдыхали. Да, и у нас была такая, как кредо, да, не говорить о плохом, не говорить о том, ой, жарко, ой, я умираю. У нас была задача говорить, здорово, я умираю. Ну, правда, про вас я не могу сказать, что вы умираете ни тогда, ни сейчас, и, наверное, очень долго. Вот, наверное, вот этот, как бы, момент, потому что мы сами хотим понять, да, вот этот образ, что это такое. Вот. И постепенно приходим к нему. Пришли уже? Ну, совершенства пока еще не добились, но на пути. Хорошо. А Юра, я видела, вы там бегали с детьми, придумывали игры. Как вообще вам тогда, в то время, бегалось? Вы были полны энтузиазма, судя по кадрам. Ну, вы знаете, каждый день было действительно по-разному. То есть, какой-то день я действительно был полон энтузиазма, а какой-то день действительно было тяжелее в жару каждый день выходить. Ну, не каждый день, да, мы каждые выходные это делали. Но, тем не менее, когда ты приходишь, и вокруг тебя люди тоже полны энтузиазма, и вокруг тебя все педагоги заряжают тебя энергией, и дети, они всегда отзываются тоже на твои действия, то ты тут, ну, волей-неволей, ты сам наполняешься силами, сам наполняешься радостью, энтузиазмом. И я сейчас смотрю эти кадры, и мне даже не верится, да, что мы в такую жару, мне не верится вообще, что было так жарко. Потому что я сейчас вот даже немножко простыл, да, потому что на улице у нас иногда бывает прохладно, и я скорее одеваюсь там больше. А тогда, ну, действительно, экстремальные условия, которые смогли принести нам столько радости, все самое удивительное. Да, и показали нам и другим людям, что даже самые экстремальные условия они могут… Объединить. Да, да, да. Когда мы преодолеваем какие-то препятствия, да, то для нас это… Для нас это очень сильное внутри вот это ощущение победы, что мы сильнее, что мы больше, на самом деле, чем мы есть. И сейчас я хотела бы рассказать о следующем празднике или о следующей программе, которая была летом, и где мы с вами вместе участвовали. Это «Этномир». В «Этномире» 30, 31 июля и 1 августа проходил «Векфест», вегетарианский фестиваль, где мы тоже участвовали, нас пригласили с нашей площадкой, с нашим проектом «Земля и кодом». И здесь вот на экране тоже картинка, которую вы потом увидите. И мы тоже там что делали? Играли, сочиняли, творили, делали эко-сказки. А еще там был очень интересный круглый стол. И вот, Любовь Александровна, вы были участником этого круглого стола. Круглый стол назывался «От экологии сознания к экологии окружающей среды». И очень много представительных людей там участвовали. Я знаю, что именно Центр Экопедагогики и Творчества выступил инициатором организации этого круглого стола, а также Всемирный Духовный Университет Брама Кумарис также поддержал вас в этом начинании. И, насколько я помню, это было действительно очень здорово. Я сейчас вот назову тех людей, которые там участвовали. И хотелось бы просто выразить им огромную благодарность, потому что именно их участие в этом круглом столе, именно их заинтересованность, включение сделали не только этот круглый стол, а вообще то пребывание в то время в «Этномире», на «Векфесте», очень радостными и замечательными. И организатор, один из организаторов этого мероприятия – это Руслан Байрамов, президент благотворительного фонда «Диалог культур. Единый мир», руководитель проекта «Этномир». Вообще «Этномир» – это какое-то замечательное совершенно место, если вы помните, где собраны разные культуры, разные такие этнические места. Там была и украинская деревня, и русский дом, и разные вигвамы, и юрты монгольские, казахские. А вы помните, где мы жили? В палатках. А, мы еще жили на Сеновале, там было замечательное место, Сеновал. Я когда увидела этот домик на курьих ножках, вообще я хочу такой секрет свой сказать, из всех сказочных персонажей русских народных сказок, больше всего я люблю Бабу-Ягу. Бабу-Ягу? Бабу-Ягу. Бабу-Ягу. И считая несправедливым, вот поклевку на эту удивительную даму, которая волшебница, которая на самом деле очень справедливая, она очень тонко чувствует, где правда, где ложь, и хорошего человека она никогда, вот она ему плохо не сделает. То есть она как бы проверочный механизм. За честность. Да. Ну, я потом, может быть, будет возможность, я расскажу об этом персонаже более подробно, потому что вообще это очень интересно. Вот. А в этот раз, когда я увидела этот домик на курьих ножках, и там была почти отвесная лестница, и надо было забираться на самую крышу, вот. И я себя почувствовала вот этой самой Бабой-Ягой, и я провела там эти три дня живя на Сеновале, настоящем Сеновале, вообще это просто, конечно, нечто. Значит, основа там была эти вот березки, это вот… Да, жалко, сегодня у нас нет этих… Там даже, мне кажется, пахло курями. Может быть. Ну, вообще очень здорово. Мне было очень здорово, действительно. И более того, мне показалось, что люди, которые приехали туда, они стали экологическими, экологичными, потому что они сняли весь свой пафос, все свои регалии, звания, костюмы, они стали настоящими, и они очень просто общались, несмотря на то, что там… В общем, были как дети. Какие машины их ждали в Москве. Они были как дети, да. И мы тоже были как дети. И у меня такое чувство, что экология, она очень связана с детством, поэтому не зря, наверное, вот и родился этот проект, да, в Центре педагогики и творчества. Но теперь об этном мире и об этом замечательном круглом столе. Там еще был руководитель проекта «Белые облака» Евгений Маршинский и Маркус Ратканза. Помните, это такой известный голливудский режиссер, актер, очень сыроед, известный сыроед в Америке, который не только пропагандирует, он живет как бы этим состоянием и настолько позитивный, настолько красивый по своей внутренней природе, да. Доктор Виджай Кумар – это главный координатор Центра Всемирного Духовного Университета. И Вы тоже, Любовь Александровна, там участвовали. Расскажите свои впечатления об этом круглом столе, почему вот было такое предложено название «От экологии сознания к экологии окружающей среды». Ну, мы уже об этом немножко говорили, да, то, что все идет от человека, и на самом деле все возвращается к человеку. Вот. И, в принципе, как бы постановка была правильная, она точная была, ну, на мой взгляд, да. Вот. И все участники, они говорили о том, что без чувства единства, без чувства, как это, толерантности, да. Без чувства, что каждый, вот каждый-каждый – это мой очень близкий, родной человек, да. Вот без этого нам очень сложно сейчас продвигаться вперед. И если мы говорим вообще о всем мире нашем, да, то и природа тоже, она нам показывает. Хочу вам такой маленький нюанс сказать. Она показывает, если люди в каком-то месте раздроблены, разрознены и конфликтуют, то именно там может быть, прежде всего, землетрясение, цунами. Вот, кстати, Гаити, землетрясение на Гаити, говорили о том, что это место, куда, то есть там вообще, как такого культуры не было у людей. Это бывшие рабы, и сейчас это место, где процветает наркобизнес, да, и вот плохое место. Но мы сейчас в хорошем месте, мы сейчас об одном мире. Ну да. Ну, мне же надо от чего-то перейти. Вот. И поэтому вот для того, чтобы существовать вот в этой атмосфере, а кто-то говорит, что сейчас время эпох катастроф, да, что они будут сейчас воспитывать человечество, пока люди не придут вот к этой вот гармонии, гармонии, бесконфликтности, умению находить какие-то точки соприкосновения, да. Вот. И поэтому вот об этом говорили все участники этого круглого стола. Вот. И еще, конечно, хотелось бы еще говорить, да, но как бы время наше было ограничено. Вот. Ну, что я вот для себя вынесла? Я увидела очень заинтересованных людей, и те, которые сидели, как мы говорим, в президиуме, да, и те, которые слушали. Вот. Вот. Это было такое чувство, что мы можем друг другу помогать, и мы можем понимать. И удивительно, да, что вот на этом векфесте собрались люди разных конфессий, разных, как мы говорим, да. Культур, да. Культура, христианская, значит, кришнаиты, сыроеды отдельно, там еще мусульмане были, много-много-много-много. И никто друг с другом в этой атмосфере, там не было конфликтов. Там даже никаких споров, мне кажется, не было. Каждый позволял другому иметь свое мнение. Но сходились мы на неком таком вот едином человеческом языке, да, наша природа, земля, наш дом, да, и мы ответственны. Вот. Ну и, конечно, поскольку я представляю такое детское направление, то центр нашей заботы – это дети, да. Кем бы мы ни были, по отношению к детям, мы всегда старшие, мы всегда воспитываем. И воспитываем именно не конфликтуя, а давая пример гармоничного сосуществования. Давайте посмотрим, вот здесь как раз дети с их гармоничным сосуществованием, что же мы делали в этом мире со своими программами «Земля Экодон». Насколько я понимаю, это экоакция уборка территории, да. Это была огромная территория, 200 гектаров земли, где рядом находились и юрты, как я говорила, и дома, и палатки стояли. И все были как-то так вот действительно наслаждались той природой, этим состоянием. Этномир находится в Калужской области, если кто-то не знает. И вот руководитель проекта Руслан Байрамов, он с большой гордостью рассказывал о том, насколько хотелось ему осуществить вот это, чтобы видение будущего, оно осуществилось, как он видел, как это будет, и как люди сотрудничали. И когда было открытие этого фестиваля, на открытие приехал и мэр города Боровска, рядом с которым находится Этномир, и губернатор Калужской области. И все очень позитивно говорили о самом Векфесте и об Этномире, и высказывали свою поддержку. И я помню, что дети, которые были на нашей площадке, игрались, игрались, они тоже там творили. И продукт своего творения они подарили как раз вот руководителю проекта Этномир Руслану Байрамову. Итак, давайте немножко посмотрим. Это игра, да, насколько я помню? Или вы сочиняете сказки? Да. Значит, это подготовительный такой этап, когда основные участники приходят, вот как мы их называем, феи-волшебники. И вот они одевают костюмы, и сейчас пока они еще их не одели, сейчас мы только репетируем. Вот надо здесь сложить крылышки ветра. Вот. А перед этим, я хочу, да, вот обратили внимание, что дети убирали территорию. Это тоже такой очень важный факт, как обязательность, да. Нельзя играть, нельзя проводить какие-то занятия среди мусора. Это установка, и дети очень легко это воспринимают, да. Вот такой воспитательный процесс, который естественный. И даже если они приходят на репетицию, все равно, если они видят там бумажки, они должны это убрать. А вот это уникальное сооружение, такие воротики, сейчас если мы вернемся туда, вот, проходя через них, наверное, нет, да, проходя через... Все выливаются в воду. Да, проходя там, как этот такой... Душ. Душ, да. Мелкий, 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 очень приятно. И вы являетесь таким вот, скажем, творцом эко-сказок, какая сказочница. О чем были ваши сказки? Да. Ой, знаете, мы разговаривали с педагогами и думали, ну, о чем вообще должны быть наши сказки. Давайте сейчас мы вернемся, да, посмотрим. Как камешки называются? Это мастерская Доктора Стоун у нас, только я поняла. Это у нас Сердолит. Это наш Доктор Стоун. Сейчас мы будем делать картину с вами вместе. Вы мне будете помогать. На чём? На тарелочке. На тарелочке у нас рассыпан шунгит. Да, это тоже такой волшебный камень. Хороший камень. Упал он с неба. Если вот эти камушки находят просто в горах, шунгита никогда не было раньше. Потом просто метеорит справился с небом. Значит, его мало? Его очень мало. Он только в одном месте находится у нас в стране. Вот. И мы сейчас вот этот вот будем... А что тут будем изображать? Смотри, это у нас ночное небо. Ночь. Такая тёмная-тёмная ночь. Это небо? А это у нас будут звёздочки на небе. Такие волшебные звёздочки. Потому что это волшебная страна с волшебным небем. А это что это будет у нас? Каждый выберет себе камушек. Тот, который... Ну, начнём с одного. Потом посмотрим. Каждый выберет себе камушек, который... Ну, больше всего ему нравится, да? Который он сделает этот камушек с звёздочкой на небе. Это будет ваша собственная звезда на этом звёздном небе. Ну, и дадим каждой звёздочке название. Какое вам захотите. Выбирайте. А ты смотри, какой тебе больше нравится, Эдмин. Зелёный, вы не выбираете. Похоже на кусочек жвачка. Так, каждый выбрал. Каждый мог взять камешек, да? У тебя... Помнишь, как камешек появляется? Угу. Угу, молодец. Так, где твоя звёздочка будет? Угу, сюда-сюда. Ну, посмотрим её с вершины неба. Вот у нас. Вверх неба здесь. Видите, вверх неба? Как? То есть, потом у нас будет картинка вот такая висеть. Вот так. Вот так вот. И где кушаешь? Я вообще готова. Так, и как она у нас называться вот? Сейчас мы посмотрим. Подожди, подожди. Она должна называться? Угу. Я буду сам клеить, чтобы они не распачкались. Чтобы кальцунок. А я щи целый. Ну, я щи целый. Да, щи целый. Угу. 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 Что? Угу. 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 Ну, и что, как у нас называется? Угу. Угу. А как она должна называться? Как хочешь. Это же твоя звезда. Хочешь? На этом немножко мы остановимся. И я смотрю, у вас здесь как раз вы рассказываете о Шунгите. И здесь у нас в студии есть Шунгит. Немножко два слова тогда автору книги. многих книг о Шунгите. Любовь Александровна, вам слово. Вообще Шунгит предшествовал экопедагогике, можно сказать, он был толчком. Я к этому камню отношусь с особым уважением. Совершенно необыкновенный камень. Меня он выручал, и когда сердце болело, и когда голова болела. Кроме того, что это великолепная вода, которая получается при настаивании Шунгита. Но у него много разных свойств. Но я сегодня расскажу вам о другом. Даже не расскажу, а показываю. Вот эти вещи это наши подарки. Одно из направлений экопедагогики и творчества это арт-мастерская. Юра ведет эту мастерскую в таком костюмированном виде. Он даже сочинал песню про доктора Стоуна. Может быть, когда-нибудь мы ее услышим. Очень замечательная песня. Но суть не в этом. Шунгит — это камень, который помогает человеку расслабиться, быть естественным над самим собой. Успокоиться. И когда детишки даже трогают вот эти маленькие камушки, возникает удивительная атмосфера. Они сами это чувствуют. Это арт-мастерская. И если нам позволит время и наши хозяева, то мы просто пригласим доктора Стоуна и детей, и вы увидите этот процесс. Мы вообще планируем. А сейчас, я так понимаю, что мы уже заканчиваем, почти заканчиваем программу, я хочу такой, наш традиционный как бы жест сделать. Вот то, что делают дети... Давайте мы, когда будем заканчивать программу, мы сделаем этот жест. А я хочу сказать, что вы смотрите программу «Земля и кодом» из студии Арбат-ТВ. И сегодня с вами Любовь Александровна Трубецкая, руководитель Центра экопедагогики и творчества, и педагог Юрий Кузнецов. И они нам рассказывают интересные вещи об экологии. Рассматриваем мы здесь вопросы четырех направлений. Это экология окружающей среды, это экология нашего жилища, экология отношений со своим телом, это здоровье. Конечно, это личность человека, это экология самого человека, экология сознания. И продолжайте. Вот. И когда мы... Я разрабатывала одну из технологий, она называлась «Праздник дарения». Это было очень давно, это было в детском телевизионном учебном центре. У нас сложилась такая традиция. Дети делают подарки. Они делают не себе, они уже с самого начала, зная, что они сделают кому-то подарок. Маме, бабушке, тете, братику. Вот. А сейчас мы уже хотим, где бы мы ни появлялись, мы хотим сделать там подарок детскому дому, центру «Этномер», студии «Арбат-ТВ» и даже вам, Инна. Вот у нас здесь два подарка, таких солидных, так что выбирайте. Ну, один подарок самый солидный, я думаю, подарим Николаю, руководителю детского студии, детский юмор, и подарим такую мудрейшую саму. Да? Можно? Да, это символ мудрости, символ знаний. Я обязательно передам вот этот подарок Николаю. Он будет очень мудрым, он будет учить детей телевидению, как монтировать фильмы, как снимать, как быть очень добрым, очень хорошим. Вот, и вот смотрите, основа этого подарка это шум-шум гид, да, это как бы черный, черный камень, который защищает человека от излучения, компьютера, телевидения, вот очень будет кстати. А цветные камушки, они помогают зрению, для восстанавливать зрение, на них надо периодически смотреть, вот, и вот такая вот, и еще думать о том, что я мудрая сова. Николай, он доволен? Он как-то нам потом... Да, он доволен. Да, а вот этот подарок я дарю Ине, это просто композиция, вот несколько камушков на шунгите, фиолетовый аметист, посмотрите, на ближайшее камень. Фиолетовый это аметист, оранжевый сердолик, и зелененький зеленый кварц, вот на шунгите, такая красивая композиция, ее можно по-разному ставить. Это мы делали с детьми, все эти композиции, да, то есть это детишки вам сделаны подробные. Спасибо большое. Это тоже детские работы, бусики, браслетики. То есть вы делаете бижутерию, да? Да, мы делаем лечебную бижутерию. Лечебную бижутерию для взрослых. Вот, ну, я думаю, что в следующий раз на нашей программе вы увидите наших мастериц. Да, можно я сделаю оно в следующей передаче? Вообще, мы планируем, что в нашей студии всегда будут в следующий раз, со следующего раза дети. Дети, мастерской, арт-мастерской доброго доктора Стоуна, Юрий тоже будет всегда с нами, вместе с детьми, творить, что-то делать, вручать подарки гостям. И гость студии, это будет тоже такое направление нашей программы, обязательно какой-то интересный человек к нам придет в гости. А мы напоминаем, мы выходим каждую неделю в 16.00 с программой «Земля, Экодом» и студии «Арбат-ТВ». И следующий гость нашей программы это Рыжова Наталья Александровна, доктор педагогических наук, профессор Московского пединститута. Она имеет очень много, создала очень много книг, разные программы, по ее программам работают многие детские сады России. И я думаю, всем, кто нас сегодня смотрит, будет очень интересно встретиться с Натальей Александровной Рыжовой в следующей нашей программе, а также передайте своим друзьям, родственникам, коллегам, чтобы они тоже включили в 16.00 нашу программу «Земля, Экодом». Вот. И какие-то добрые слова хотелось сказать «Арбат ТВ», что они приняли нас, что они предложили нам эту замечательную студию, чтобы мы могли говорить об интересных, об очень значимых вещах, таких как экология. И когда мы были в этнамире, на круглом столе от экологии сознания к экологии окружающей среды, «Арбат ТВ». Всемирный Духовный Университет разработал сейчас одну удивительную программу. Программа называется «Миллиард минут добрых пожеланий». И мы говорили о том, что именно наши добрые пожелания создают такую необыкновенную атмосферу. Когда мы приходим в какой-то дом, хочется там остаться. И все зависит от нас, от того, какое наше сознание, наши отношения. И если мы будем дарить друг другу добрые пожелания, то в наш дом, в наш эко-дом будет очень приятно заходить, приятно будет заходить в нашу студию, в этот дом, этого Арбат-ТВ, и в каждой из наших домов. И мне сделали такой удивительный подарок, это называется доброскоп. Здесь 24 хороших качества. И давайте мы с вами возьмем на неделю одно качество и будем просто его дарить всем, кого мы будем встречать на своем пути. Ну вот я сейчас возьму то, которое попалось. И это замечательное качество, оно называется неутомимость. Я немножко прочитаю. Неутомимость больше связана с душой, чем с телом. Когда есть осознание важности и любовь к тому, что вы делаете, то у вас не возникнет усталости, а будет удовольствие и радость. Напомните себе о цели, подумайте о результате, посмотрите на достижения, которые вы уже обрели, и это даст вам новые силы. наполненные любовью душа не устает помогать другим. Итак, с вами была программа Земля Экодон. Мы говорим вам до свидания, до новых встреч и ждем вас в 16.00 следующий вторник, 21 сентября. До свидания. Спасибо большое нашим гостям передачи. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...